В моей памяти навсегда останутся эти вечера на хуторе. Но вот только не близ Диканьки, а рабочего посёлка Ишеевка. Так, в 17 километрах от города расположилась территория агротуризма. Для гостей – просторная хата, для желающих остаться подольше – земля под развитие личных подсобных хозяйств. Задумка на создание места отдыха появилась давно, вот только средств на реализацию не хватало. Полученные благодаря гранту деньги позволили создать колоритное место в стилистике 17 века Юга России. Поддержку оказало и правительство Ульяновской области. Мы говорим за это огромное спасибо, потому что это был первый гостевой дом. Это был наш первый опыт в плане приёма гостей именно постояльцев на сутки. И нам этот опыт понравился. Мы далее уже строим свои гостевые дома, а теперь мы можем уже размещать единовременно около 30 человек. Сейчас на хуторе для гостей открыты три хаты. Каждая из них названа в честь мастеров давно забытых старинных профессий. Конкретно это названо в честь Стельмаха, мастера колёсных дел. Внутреннее убранство хаты полностью отражает специфику ремесла. Краткая справка об истории профессии, тематические изображения на стенах. Хата Стельмаха – самый первый домик, который появился на хуторе. В нём могут расположиться до шести человек гостей. Сегодня по соседству с хатой появился новый объект – ремесленная мастерская. Здесь на выигранные средства в федеральном гранте 1 миллион 200 тысяч рублей в скором времени появится новое оснащение. В ближайшем будущем для детей станут доступны специализированные мастер-классы по гончарному, столярному и кузнечному делу. На память постояльцы смогут увезти с собой уникальные изделия ручной работы. А пока ремесленная мастерская на этапе подготовки, гостей хутора, как и положено традициям, угощают на кухне горячим чаем и выпечкой. Стоит отметить, что большую часть угощения хозяюшка готовит в русской печи. А сколько было сказок рассказано, сколько щей, каши повнимали вот именно из печи, пирогов вкусных, душистых, именно из русской печи. Вот даже попробуйте этот пирог, он намного вкуснее из печи, чем, например, из обыкновенной духовки. Это небо и земля. На будущее уже запланированы большие планы. К лету на территории агротуризма будет реализован уникальный для Ульяновской области фестиваль забытых профессий. Точное название пока на стадии разработки, однако концепция уже известна. Мы рассказываем взрослым и детям, то есть не то, что рассказываем, а даем воспоминания о прошлом, в таком хорошем смысле слова, и поэтому мы хотим провести фестиваль, который будем, надеясь, что к нам приедут гости из других регионов и приведут у нас прекрасное время. Предварительное время фестиваля – июль этого года. Александра Никитина и Герман Баранов. Новости Управда ТВ.